Вот сейчас я хочу поговорить о такой проблеме. Дети ненавидят своих родителей. Очень много таких случаев. Оставляют их одних, забрасывают. Эти несчастные родители так и умирают в одиночестве, несмотря на то, что много детей. И дети просто, знаете, вот какое-то такое время. Это во всем мире происходит. Почему это произошло? Мы поднимаемся с уровня животного эгоизма на уровень эгоизма духовного или человеческого. Но человеческое имеется в виду уже духовный уровень, которого нет в нашем мире. И поэтому мы теряем связь с животной, которая была между нами, когда жили родители с детьми, приводили невесту, приводили к жениха или уходили к жениху и так далее. И все это было одним таким домоводством. То есть могли даже жить в одном доме? Да, даже в одной комнате. Это все было так просто. И сейчас это все меняется. Меняется, потому что в нашем мире меняется эгоизм. То есть эгоизм позволял это делать раньше? Да, это животный эгоизм. А сейчас он начинает возрастать. Он начинает выталкивать нас на следующий уровень развития. И поэтому мы не понимаем этого животного существования уже. Наши дети этого уже точно не понимают. Они находятся в таком состоянии, что привязанность к родителям... Почему привязанность к родителям? Или я считаю, что они должны мной заниматься всю жизнь. Чего же они меня родили? Вот пока они живут, они должны думать обо мне. Или они не относятся ко мне, так не относятся. Я от них ухожу, и все. А как вот так вот может ребенок почувствовать себя под нашим? А он не чувствует. А где у него ни боли, ни чувствует ничего? Не чувствует. Там умирает его родитель, а он... Не чувствует. Не чувствует. Да. Потому что он перерос, этот животный эгоизм, и не чувствует никакой связи со своими родителями, что он должен им помогать, обеспечивать, думать и так далее. Не выдумывай того, что нет. Этого уже не вернешь. В последнее время это уже все-все-все-все-все затихает, и сегодня нет. То есть, если ты им будешь помогать, то в этом случае ты им нужен. Ты можешь быть к ним близок. А если ты им перестанешь помогать, то ты им не нужен. Вот так это происходит. Если я как родитель буду помогать детям, это вы имели сейчас в виду, то я им нужен, да? Да, ты будешь нужен им, и ты будешь близок в какой-то мере. Меня сейчас смущает только одно, что вы обобщаете очень. Существует же нормальная отношения. О тенденции и природой. Поэтому я обобщаю. Что дальше? Ну, в нашем поколении еще родители что-то могут дать. Направить, оставить детям то, что нажито, ими, и так далее. А вот в следующем поколении это вообще уже будет... Разрыв. Да, это будет такое отношение родителей и детей, что если будут у них духовные цели одинаковые, то тогда они будут как-то связаны через них. А если нет, то люди будут забывать вообще о своих родителях. И родители, откровенно говоря, будут тоже думать не о своих детях. Да? Да. О чем родители будут думать? О том, как провести время спокойно со своими подругами, друзьями. Собаками? Собаками пожилыми, да. Вот открываются всякие клубы там, игры там в домино, я не знаю во что. Что тут хорошее вообще? В чем тут? Ничего. Человек должен просто понять, каким образом он должен быть связан сегодня друг с другом. Это совершенно не та система. Не система животной и земной связи. Это не система родителей и детей? Вот такая животная? Это система, когда родители и дети раскрывают каждой для себя, общую для всех цель. И тогда эта цель их связывает вместе. Которая что? Эта цель? Эта цель – постижение смысла жизни. И у родителей, и у детей, и у внуков она всегда одна. Значит, если они ее раскрывают, привязываются к ней, то тогда они ощущают и потребность быть в связи между собой. И помогать в этом друг другу. О какой цели жизни совместной вы говорите? Вот если у родителей с детьми будет вот эта вот одна цель, как бы, которая… То тогда родители смогут подталкивать своих детей к правильной цели – это объединение между ними, и земное в том числе будет тогда, и духовное, для раскрытия Творца между ними. Вот что такое раскрытие Творца? Скажите понятным языком. Раскрытие Творца – это раскрытие взаимной связи и любви. Только между ними? В первую очередь. Вот между это, это ячейка, дети и родители. Да. Раскрыть эту силу, да? А разве не хотят раскрыть сейчас? Ну, разве это… Не хотят? Ну, как, я же… А кто им об этом рассказал? А кто их к этому подтолкнул? То есть вот эти естественные связи, это не называется «кто-то рассказал», то есть это мой отец, это моя бабушка, это мои… Нет, никто, ничего. Жесткие вы сегодня. Я не жесткий. Это то, что раскрывается в мире. Я жесткий. Это вы сделали таким мир. Ну, вот эта вот правда, которую вы сейчас говорите, я вообще представляю, сколько комментариев будет написано. Я и за то, чтобы не скрывать эту правду, а наоборот, раскрывать ее, чтобы люди видели, в каком низменном состоянии они находятся и к чему она ведет. Вот последний вопрос. Какой вывод должен сделать человек после этих ваших жестких слов, что будет разрыв между родителями и внуками, и с детьми, что это естественно? Если они не найдут общую цель, то их ничего не будет связываться. Ничего не будет связываться. То есть вы призываете их искать вот эту единую цель? Да. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok